Ну смотрите, тут два момента есть. Дело в том, что с момента подачи проекта решения не было ни одной комиссии по законности, гласности, которую я обязан пройти как профильную. Поэтому с формальной точки зрения вынесение сегодня этого проекта приведет к тому, что будут законные основания дальше оспаривать его в суде, как такой, который не прошел всю процедуру. То есть фактически, если сегодня вы его внесете с голоса, если депутаты проголосуют... Можно даже предположить, что депутаты проголосуют, то есть все основания потом в дальнейшем это решение отменить. Хорошо, тогда когда этот проект решения должен быть рассмотрен? Ну, проект решения должен быть рассмотрен тогда, когда он пройдет процедуру. В принципе, я готов, у меня все документы с собой есть, и по ситуации я буду ориентироваться, но я говорю о той проблеме, которая сегодня существует. Правильно ли мы понимаем, что ключевая роль сейчас у комиссии по регламенту, которую возглавляет Александр Маликин, там состоит Гранатуров, Дятлов, Панченко? Именно так. Без решения этой комиссии вынесение на сессию этого документа просто, ну, скажем так, является нарушением... А вы общались с этими депутатами? Они, в принципе, готовы рекомендовать для рассмотрения этот документ? Я с депутатами не общался, единственное, что могу сказать, что я подал официальное письмо по поводу рассмотрения этого вопроса на сессию, давно уже подал. Меня заверили, что предупредят о том, что комиссия будет на той комиссии последней, которая должна была быть во вторник. Я в приявочном порядке пришел, было три депутата, причем один из них, ну, видно было, что у него нет намерения участвовать, это господин Панченко. Был председатель комиссии, была госпожа Киселева, больше никого не было. Нет предпосылок, что сегодня, наоборот, мэр внесет специально с голоса этот проект решения, тем самым как раз создав основания для того, чтобы, во-первых, он был, ну, не пройдя процедуру, был спорным, а второе, учитывая явку и другие вопросы, был не проголосован? Ну, я не исключаю сегодня ничего, потому что любые провокации возможны, я к ним готов, посмотрим по ситуации, как будут развиваться события. Я не уверен, что еще сессия сегодня состоится. А в чем проблема? Ну, после тех событий, которые произошли позавчера, ну, нормальные оппозиционные политики принимают политические решения. Андрей Яковлев, глава УПО-блока в городе Николаеве, комментируя то, что произошло, сказал, что на нас оказывают давление. По поводу вопроса об импичменте. Только у него уточнил, на них давят, чтобы они голосовали за импичмент или против. Вы, может, с депутатами общались, знаете? Мне сложно это комментировать, потому что, как с таковыми, с депутатами СОПО-блока на эту тему я не общался. Поэтому, что имеет в виду господин Яковлев, он мне трудно комментировать. Ясно, спасибо.